За всю историю авиации лишь немногие самолеты получили право называться легендами. Продолжение следует... 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 моторостроения. Заручившись поддержкой командования ВВС, Картвейли активизировал работы над новым проектом. Для новой машины был выбран самый мощный по тому времени звездообразный мотор Pratt Whitney XR-2800. Double OSP максимальной мощностью 2000 лошадиных сил. Для увеличения высотности он снабжался турбокомпрессором, приводимым в действие выхлопными газами. Самолет XB-47B компоновался буквально вокруг мотора и мощного турбокомпрессора, который располагался не в носовой, как обычно, а в хвостовой части самолета и не нарушал обводов фюзеляжа. Рожденный гигант имел полетную массу около 6 тонн. В консолях эллиптической формы размещались по 4 пулемета Кольт Браунинг калибра 12,7 мм. Первый XB-47B покинул сборочный цех завода Форминг Дейли 2 мая 1941 года, а 6 мая летчик-испытатель Лоури Бропхэм впервые поднял его в воздух. Однако первые полеты не оправдали надежд конструкторов. Самолет не додавал скорость на расчетной высоте. Потребовались переделки турбокомпрессора и фюзеляжа, прежде чем удалось разогнать машину до скорости 660 км в час и уложиться в техническое задание. В марте 1942 года были построены первые 170 самолетов серии Б, поступившие на вооружение 56-й истребительной авиагруппы, которая после освоения новой машины была переброшена в Англию. Параллельно фирма усиленно работала над следующей модификацией СИП, которой и было суждено первой принять боевое крещение. Разбросанные по всей Англии команды гражданских механиков и инженеров собирали самолеты, отправляемые из Америки. Вскоре им пришлось заниматься и ремонтом машин, поврежденных при боевых действиях. Вскоре, вначале, вверх, 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 вверх. Продолжение следует... Продолжение следует... Тандерболт уступает им в маневренности. Кроме того, он не обладал достаточной дальностью полета для сопровождения бомбардировщиков в рейдах на Германию. Однако за неимением лучшего Б-47 посылались в бой против бомбардировщиков противника. Первый боевой вылет состоялся 8 апреля 1943 года. Но лишь 15 апреля Тандерболты всех трех авиагрупп сошлись в воздушном бою с соединением Фокке-Вульфов, который закончился потерями с обеих сторон. Летчики постепенно привыкали к новым машинам и все больше проникали с симпатией к ним, оценив надежность, скорость и огневую мощь. Вскоре были выработаны тактические приемы, позволявшие, используя преимущество в скорости, сражаться на равных и побеждать Мессершмитты и Фокке-Вульфы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Улетающие многочасовые рейды и тупоносые самолеты стали вскоре привычными для жителей Англии. Перестали они удивлять своим внешним видом и пилотов Люфтваффе, осознавших, какую опасность представляют из себя эти горшки. Бомбардировщики союзников летали в плотных боевых порядках, оказывая друг другу поддержку интенсивным пулеметным огнем. Считалось, что ощетинившись стволами, они могут сами постоять за себя, отражая нападение сплошной стеной огня. Необходимость противопоставить вражеским истребителям свои истребители не была до конца осознана, что привело к серьезным потерям в начальной фазе боевых действий. Даже под защитой истребителей могучие машины оставались уязвимыми. Немцы находили прорехи в обороне, и потерь не удавалось избежать. Дело дошло до того, что немцы не могли позволить себе таких потерь летчиков и самолетов, как союзники. Чем дольше продолжалась война, нанося ущерб инфраструктуре Германии, тем более очевидным становилось снижение ее военного потенциала. Во время налета на Эмден в сентябре 1943 года летчики, управлявшие самолетами союзников, еще не отдавали себе отчета в последствиях своих налетов и больше думали о тучах истребителей противника. Принципы немецкой тактики предписывали атакующим направлять все усилия против бомбардировщиков и не связываться с их сопровождением. Это вполне устраивало пилотов, летевших на большой высоте Тандерболк, которые имели прекрасный обзор и могли атаковать противника с пикированиями. Стоило такому самолету набрать скорость, как преследуемый уже практически не мог ничего поделать. Тактика, которую немцы использовали в боях со спидфайерами, от которых они стремились оторваться в пике, в данном случае играла на руку американским летчикам и вскоре немцы на горьком опыте убедились, что от этих злополучных горшков нет спасения. Стратегические бомбовые удары не прекращались в 43-м и 44-х годах. Тактические приемы оттачивались и напор на нацистов все усиливался. Потери немецких самолетов были велики, но еще хуже было то, что потери летчиков становились невосполнимыми. Выбывали из строя ассы ветераны боев в Испании, Польше, Советском Союзе. Кроме того, их прежде непобедимые самолеты стали уступать сначала английским спидфайерам, а потом и новым американским машинам. Сложно стало наращивать боевые характеристики или заменять их более совершенными самолетами. Постоянные доработки Мессершмитта 109 только уменьшили его эффективность из-за увеличения массы. Та же беда преследовала и некогда превосходный Фокке-Вульф-190. Немцы раньше других осознали значение реактивной авиации, но требование Гитлера достигать немедленной отдачи от технических новинок не способствовало работе на перспективу. Это привело к тому, что значение таких революционных самолетов, как Мэ-262, недооценивалось до тех пор, пока не стало поздно, и никакое чудо оружия не могло склонить чашу весов на сторону Германии. В 1943 и 1944 годы стали временем постепенного упадка немецкой авиации, которая уже не только не могла господствовать в Европе, но и защитить небо над своей собственной страной. КОНЕЦ И все же потери союзных бомбардировщиков были весьма значительными, и все заявления о том, что дела у противника идут еще хуже, не могли стать серьезным утешением для экипажей летающих крепостей. КОНЕЦ 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 Тандер Волком тоже крепко доставалась. Но в отличие от своих собратьев, оснащенных моторами жидкого охлаждения, их двигатели было не так-то просто вывести из строя. Отсутствие радиаторов и трубопроводов для охлаждающей жидкости в сочетании с бронированной кабиной делало их малоуязвимыми. Стоит отметить, однако, что неудачное расположение топливных баков было чревато пожаром при попадании вражеских пуль и осколков, поэтому пилоты должны были всегда быть готовы покинуть горящий самолет. Массированные рейды на немецкие города заставляли Люфтваффе пускать в ход все имеющиеся для обороны средства, однако ослабление рейха продолжалось. Города разрушались, и поддержание военного производства становилось все более затруднительным. Валерий Курасовин 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 Механики с самого начала полюбили «Тандер Волт». Это были надежные машины, хорошо приспособленные к трудным условиям полевых аэродромов. Конструкторы очень ответственно отнеслись к проблеме обслуживания ремонта самолета, сделать все, чтобы облегчить жизнь техническому составу. Если и были у П-47 недостатки, то с ними приходилось иметь дело в первую очередь летчику, а не наземному персоналу. Неудивительно, что «Тандерболты» очень высоко котировались именно среди тех, кто отвечал за боеготовность самолетов. Наиболее известная компания, в которой принимали массовое участие П-47, битва за Марианские острова. В конце мая 1944 года на аэродроме острова Уаху большая группа «Тандерболтов» готовилась к новому боевому заданию и после предполетного обслуживания перелетела на расположенный неподалеку аэродром острова Форд в гавани Пирл-Харбор. Взлетно-посадочная полоса размещалась рядом с пирсами, и самолеты приземлились рядом с ожидавшими их кораблями. Отбуксированные к пирсу самолеты грузили на палубы двух эскортных авианосцев «Манила Бэй» и «Натома Бэй». На этих сравнительно небольших кораблях разместилось три эскадрильи «Тандерболтов». Взлетно-посадочная полоса «Тандерболтов» Взлетно-посадочная полоса «Тандерболтов» Взлетно-посадочная полоса «Тандерболтов» В другой части жемчужной гавани готовился к выходу в море первый конвой кораблей вторжения, на который, кроме боевых частей, был погружен личный состав и техника 804-го инженерного авиационного батальона. В его задачу входило строительство взлетно-посадочных полос на отбитых у японцев островах. Вместе с ними в плавание отправлялись технический состав авиационных эскадрильей и группы управления полетами. От Гавайев конвой направился к Маршаловым островам, где был назначен сбор всех сил вторжения. Захват Марианских островов был важным пунктом в стратегических планах союзников. С островов Сайпан, Тиньян или Гуам они смогли бы нанести удар по Окинаве или Формозе, и, обойдя Филиппины, нейтрализовать дислоцированную там большую японскую группировку сухопутных войск. Захват Марианских островов Захват Марианских островов Захват Марианских островов С этого момента стало бы очевидным, что теперь победа союзников является лишь вопросом времени, и никакое фанатичное сопротивление не сможет серьезно повлиять на исход дела. Захват Марианских островов Утром 15 июня 44 года передовые части морской пехоты высадились на пляжи Сайпана. Как и в других случаях, особую важность представляли именно те острова, где существовали японские аэродромы – Сайпан, Тиньян и Гуам. На Сайпане находился японский гарнизон, насчитывающий 32 тысячи человек. Самый большой в этом регионе. Было принято решение атаковать прежде всего здесь. На закате 15-го на берег высадились 20 тысяч морских пехотинцев, и началось медленное и кровавое продвижение вперед метр за метром. Пляжи были залиты кровью и завалены битой техникой и оружием. Корабли десантных сил отвели от берега на безопасное расстояние, а за горизонтом два авианосных флота – японский и американский – шли наперерез друг к другу. С 19-го началось сражение на море, и некогда мощный японский флот перестал существовать. А на Сайпане войска медленно продвигались вперед с тяжелыми боями, оттесняя японские войска в джунгли. КОНЕЦ 17-го июня был захвачен аэродром Аслито, а к 18-му японцы были отброшены настолько далеко, что саперные части смогли приступить к его восстановлению. Аэродром был объектом постоянных ударов, палубной авиации, и несколько раз переходил из рук в руки в ходе наземных боев. А накалии боевых действий свидетельствовали разрушения, которым подверглись взлетно-посадочные полосы, укрепления и сооружения аэродрома. Летное поле было завалено обломками самолетов. К 20-му июня японцы потеряли 450 машин и большинство экипажей. Такие потери они уже не смогли восполнить до самого конца войны. Саперы принялись за работу, находясь еще под угрозой атак рассеянных групп японцев и снайперского огня. Заравняв полосу, приступили к восстановлению инженерных сетей аэродрома. Через 7 дней после начала десантной операции полоса была готова, а два авианосца стояли в 60 милях от берега, готовясь переправить стоящие на палубе самолеты на берег. КОНЕЦ Нечего и говорить, что Картвейли не создавал свою машину для базирования на кораблях. Однако они стартовали строго по графику. Каждые две минуты и, собравшись по эскадрильям, взяли курс на свою новую базу. Айсли Фил на Сайпане. КОНЕЦ КОНЕЦ Взрывы Заходя на посадку, Летчики видели всего в нескольких километрах от аэродрома дым и вспышки разрывов. Там еще шли кровопролитные бои. Субтитры создавал DimaTorzok Тандерболты вступили в бой сразу же после прибытия на Сайпан, успев только заправить баки. Некоторые летчики успели сделать засветло по несколько боевых вылетов. Четыре крупнокалиберных пулемета Кольт Браунинг размещались на Тандерболте. В консолях крыла вне круга, ометаемого пропеллером. Здесь же располагались патронные ящики, зарядка которых облегчалась большими люками. Субтитры создавал DimaTorzok Для бомбовых и ракетных штурмовых ударов Тандерболт имел под плоскостями специальные держатели для бомб калибра 450 мм и еще один под фюзеляжем для 220-килограммовой бомбы. Неуправляемые ракеты заряжались в связке трубчатых направляющих. Хотя из-за высокой скорости Тандерболт нельзя было назвать полноценным штурмовиком, но способность поднять в воздух более тонны смертоносного груза говорит сама за себя. Для сравнения, советский Ил-2 брал на борт лишь 400 килограммов бомб. На Сайбане Стандерболтов впервые применили новое оружие напалм. Он помещался в подвесных баках и представлял собой смесь бензина и специального загустителя. Продолжение следует... Бои на Сайбане продолжались долго, и за первой неделе июля потери японцев составили 26 тысяч человек. 23 июля началось вторжение на остров Тиньян, где Тандерболты также сказали свое веское слово. Все время самолеты совершали сотни коротких боевых вылетов с аэродрома к местам боев, оказывая пехоте поддержку в самых критических ситуациях. КОНЕЦ 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 И ПАКТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СВОЗДУХАС, способной помешать немцам, перегруппировать силы и сбросить нападающих в море. Хотя в первые моменты вторжения контакт между наземными силами и воздушной поддержкой вызывал затруднения, с течением времени, связь передовых наблюдателей с патрулирующими самолётами наладилась, и П-47 стал одним из наиболее эффективных средств, способствовавших продвижению союзников сначала во Францию, а затем и в Германию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этот период Второй мировой войны Тандерболты практически не привлекались к прикрытию участвующих в стратегических операциях бомбардировщиков где их заменили мустанги лучше приспособленные к маневренным боям с истребителями противника в дополнение к непосредственной поддержке войск на поле боя Тандерболты успешно применялись в массированных атаках на железнодорожные коммуникации уничтожая локомотивы и подвижной состав они существенно затрудняли переброску войск и техники наносили чувствительные потери воинским контингентам еще до того, как они могли занять свои позиции застеги Возвращение войск Возвращение войск Возвращение войск Возвращение войск Возвращение войск Возвращение войск Серийное производство самолетов П-47 было прекращено в декабре 1945 года. Всего за время с первого полета в 1941 году их было построено 15683 экземпляра, в результате чего «Тандерболт» стал самым массовым американским истребителем периода Второй мировой войны. За все время боев было потеряно 3500 самолетов. Совсем немного по сравнению с другими истребителями той эпохи. В 1945 году многие из «Тандерболтов» первой серии «П-47Б» находились в исправном состоянии, что может лучше охарактеризовать талант конструкторов и высокое качество сборки. После войны «П-47», как и многие другие поршневые самолеты, были вытеснены бурно развивающейся реактивной авиацией, и им уже не находилось места в военно-воздушных силах крупных мировых держав. Большинство «Тандерболтов» были переданы латиноамериканцам в Балию, Чили, Колумбию, Эквадор и другие страны. В Перу они оставались втрою вплоть до 1969 года. Последний факт боевого применения ветерана относится к 1964 году, когда он участвовал в революции в Доминиканской республике. За время Второй мировой войны «П-47» совершили 545 575 боевых вылетов, проведя в воздухе более 1 миллиона 300 тысяч часов. На их щепету более 7 тысяч уничтоженных вражеских самолетов, причем 3752 из них были сбиты в воздушных боях. КОНЕЦ КОНЕЦ За последней опытной модификацией «ХП-47» числится неофициальный рекорд скорости. 813 километров в час на высоте 10500 метров. Биография, безусловно, заслуживающая уважения. После войны опыт применения «Тандерболтов» лег в основу формирования тактики реактивных истребителей-бомбардировщиков. С 1970-х годов имя грозной боевой машины перешло к ее наследнику, реактивному штурмовику А-10. А ветеранов можно увидеть в музеях и даже в воздухе во время автошоу. Жизнь знаменитого самолета продолжается. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...